В этот раз программа «Визита» была культурно-просветительская. Артисты, работники музеев и других творческих команд рассказали жителям Донбасса о традициях и обычаях хакасского народа, связанных с празднованием Челпазы. О том, как все прошло, наш эксклюзивный материал. О чем поет хакасская флейта Хобрах? О том, что понятно каждому без слов. Человеку нужно солнце и тепло, встречи с друзьями и душевные разговоры. И что родная земля – самая надежная опора в трудную минуту. Узнать, что такое хакассия, собрался полный зал. Здесь соскучились по гостям и праздникам. Ради жизни на земле, чтобы она не прекращалась, по традиции предками начатому, добрый народ собрался. Язык мира и добра универсален. И переложенные на русский хакасские благословения очень точно попадают в душу. На Донбассе солнце набирает силу. Делегация хакассии предлагает прикоснуться к своей весне. Мы хотели презентовать вам свои традиционные обряды. Традиции хакасского народа, которые связаны с первым праздником весны в Хакассии, который проводится в день весеннего равнодействия. Это Челпазы, голова года, Хакасский Новый год. Здравствуй, великое солнце! Здравствуй, великое солнце! И принести с собой дух с долин Енисея и Абакана получилось. В степях Донбасса есть свой чабрец, но аромат хакасской травы, ирбенот, отличается. Впервые жители Свердловска прошли обряд очищения. Пусть все плохое уйдет. Сила и здоровье, счастье, радость пусть придет. Шаману помогают местные школьники. Они с удовольствием надели национальную одежду. Далекая хакасия очаровала не только таинствами и звуками, но и вкусом. Везти за тысячи километров таежные травы для чая и перемолотую пшеницу для Толхана накладно, но благодарность Свердловца все окупила. А еще были игры, мастер-классы, дегустация национальной кухни. И все силами небольшой команды. В ее составе сотрудники музея Хуртуяхтас, филармония, ассоциация КФХ Сибири. Поездку организовала Минкультура и поддержала Минприрода, которая устроила показ документального фильма, посвященного Челпазе. Весна – это и время обновления, и время, когда закладывается весь предстоящий год. Теперь это знают и в далеком Свердловске. Глава администрации вместе с жителями принял участие во всех обрядах, послушал концерт и еще больше захотел приехать с ответным визитом. И огромное спасибо всем хакасам, всем жителям республики Хакасия за ту помощь, такую всеобъемлющую, которую вы оказываете нам. Мы это, поверьте, понимаем, что и у вас сложно, и у вас не все просто. И вы, отрывая от себя, несмотря на свои проблемы, ресурсы какие-то, тратите на нас время, присылаете людей, присылаете стройматериалы. Увидеть земляков – большая радость для каждого, кто находится в зоне СВО. На праздник приехали врачи из Хакасии. Игорь Арчимаев из Аскиза уже полтора года спасает раненых. Удостоен ордена за заслуги перед Луганской республикой. Я когда сюда приехал в 2022 году, даже не представлял, что это может так получиться, что целая республика теперь будет здесь, и наша республика будет здесь, и помогать здесь. Поэтому на самом деле очень приятно, очень здорово, что такие встречи организуются. За это время с нашими доблестными трубами провели тысячи уже операций, тысячи бойцов. Нам очень благодарны. Не менее тысячи тяжелых операций. Имеем благодарность, имеем две господинграды на данный момент. Правда, только за спасение погибавших. Дальше жизнь покажет. Как бы боремся за здоровье, боролись и продолжаем бороться. Не замерз? Нет, как вы? Я давно уж таких костюмов не видел. А девчонок красивых таких тоже давно не видел. Ребята, здоровья вам и удачи. Дарим вам тепло наших сердец. А еще была встреча с нашими бойцами. Им передали посылки из дома и теплые пожелания. Такие душевные минуты, спасительный круг и напоминания. В Хакасии ждут своих мужчин и верят, что они вернутся живыми. Марина Конодакова, Юрий Курочка, Вести Хакасия.